Мы приветствуем всех, кто в данное время смотрит наш телеканал. Далее в эфире «Город сегодня». Очередной концерт поп-звезд казахстанской эстрады не состоится в октябре. Мы не раз были очевидцами того, что выступления артистов отменяются из-за того, что билеты не проданы или звезды не приехали. Но в данном случае причина совсем другая. 30 сентября на Центральном стадионе должен был состояться благотворительный концерт «Мой любимый октябре». Но, как выяснилось, крупное мероприятие отменили. Многие октябинцы с нетерпением ждали этого концерта. Несколько недель в интернет-сообществах обсуждали приезд известных исполнителей. В программе были заявлены Али Акапов, Дельна Сахмадиева, Инди и группа «Найти Уан». Часть вырученных средств организаторы обещали направить на благотворительные цели. Совсем недавно выступление этих артистов при содействии казахстанского музыкального телеканала с успехом прошло в Алматы. На площади в центре города собрались тысячи поклонников. И никаких скандалов вокруг концерта не было. Однако в октябре организаторы встретили совсем недружелюбное отношение. На днях несколько коллег по цеху, которые тоже организуют юбилеи, тои, свадьбы и прочие массовые праздники, собрали прессу, в том числе республиканскую, и довольно резко высказались в отношении предстоящих гастролей. Они заявили, что требуют от руководства культуры города отменить концерт. И его отменили. В социальных сетях развернулась целая дискуссия, вплоть до оскорблений. Одни обсуждают внешность бой с группы, другие считают, что у каждого артиста свой слушатель. У нас в гостях организатор концерта Алмаз Жарасканович. Спросим у него мнение, почему же концерт не состоится. Привет, Алмаз. Добрый вечер. Итак, твое мнение. Концерт под названием «Мой любимый к тебе». Кто мешает делать шоу? Первым делом хотелось бы отметить то, что я приехал на днях, получается, перед концертом специально узнать о готовности вообще в целом. Это сцена, это звук, это полностью готовность всего стадиона, это огромный процесс работы, то есть организация. И прилетев в город, я сразу первым делом узнаю то, что закрывается касса стадиона и закрывается стадион. То есть мы заранее дали билеты, оговорили, заключили договор со стадионом и начали уже организационные вопросы. То есть повесили свои баннера, которые стоят очень огромных денег, это демонтаж, монтаж полностью, и начали продавать билеты. Дали всем ребятам, то есть артистам, предоплату, договорились со звуком, со светом, которые должны были приехать. Вот, и узнал то, что какие-то люди, человек 50-60 определенных граждан нашего города собрались перед стадионом и против того, чтобы приезжала группа 91. Но ведь артисты, которые были заявлены в рекламе на афишах, Дильна Сахмадзи, Вале, Акапов, группа 91 и наша Актюбинская тоже звезда, это Инди. Какой может быть негатив? Вот одного непонятно. Ну, тут мнение отдельных граждан, опять-таки. Эти люди в соцсетях, в интернете говорят то, что мы говорим от всех граждан города Актюбе, мы против, мы люди творчества и так далее. Во-первых, они не имеют права делать подобные заявления на камеру, то есть на огромное телевидение, где показывать по всем каналам и говорить то, что вот мы народ Актюбе. Этому человеку никто права не давал, то, что мы должны у него спросить, кто должен приехать, хотя ни в одном пункте конституционных прав именно наших жителей. Мы не должны спрашивать, кого мы приглашаем в этот город, какого артиста. Нет запрещенных артистов, в законе такого нет. И мы приглашаем, кого хотим. Если этим людям не нравится, они могут не приходить и не говорить о каких-то моральных принципах нашего города и жителей. Какие претензии к артистам? В интернете начали обсуждать, что группа 901 это не то, что нужно в Актюбе, это не те артисты, которые должны выступать в Актюбе. Это то, что плохо влияет на психологию детей и подрастающего поколения. Я не понимаю вообще этих людей, почему они это говорят. В интернете очень много таких вещей, которые как раз-таки провокацией занимаются. Это, не знаю, в последнее время то, что участилось в нашем городе теракты, какие-то непонятные слухи пускают. Это все в интернете есть. И это все в открытом доступе. А то, что молодые ребята собрались, создали группу, работают над своей хореографией, над своей подачей, над концертными выступлениями. Они ночуют там, пишут свои песни, репетируют. И такие же ребята. То есть они не говорят о каком-то гомосексуализме или каких-то нетрадиционных ориентациях, о полах. Или давайте, ребята, одевайте лосины разноцветные, и это будет круто. У них это сценический образ. Это везде практикуется, во всем мире. То есть мы, когда, к примеру, Сергей Зверев, который также эпатажно одевается, он поет на казахском языке, и ему, в принципе, народ ничего не говорит. И говорит, да, это круто, это эпатажно, он выступает на наших свадьбах, и этому никто не запрещает. Это молодые ребята, которые нравятся направления кей-поп. Это направление скорее, если я не ошибаюсь. И такие же группы приезжали скорее в Алмату, в Астану. Ну, при этом... Реакция была адекватной. Реакция была адекватной, и люди закрывали прям аэропорт, фан-зона закрытая была, и никто не возмущался. Слушай, Алмаз, наверное, это просто зависть, творческая зависть. Вот скажи, предполагал, что такое может произойти в родном городе? Если честно, нет. Не предполагал? Не думал, что такая реакция будет именно от творческих лиц именно города Ктюбек. Потому что я сам вырос здесь, и я в свое время ходил на концерты Децла, Звери, к примеру, Тату, Иванушки Интернешнл, Валерий Леонтьев. И наши родители слушали эти песни, и мы семьями ходили, отдыхали на этих концертах. На самом стадионе давно не было концерта. И в то время я сам мечтал организовать такой большой концерт и подарить городу, на самом деле, такой праздник крутой. То есть это световое шоу, это артисты, то есть не те, которые привыкли мы видеть, а реальное, то есть это другое выступление. На сцене они вообще другое шоу делают, а в клипах то, что в телевизорах видим, это вообще другое. Я думаю, что после выпуска этой программы в социальных сетях будет много отзывов негативных, я думаю, будут и отзывы, которые правильными можно считать. Я хочу пожелать тебе терпения. Спасибо. Вы все равно молодцы всей твоей команде, потому что вы решились на этот шаг и сделали, молодые люди, то, чего давно не было у нас в октябре. В последнее время мы нередко слышим о том, что где-то запретили выставку, где-то требуют убрать скульптуру, не показывать фильм. И все это объясняют заботой о нравственном воспитании молодежи. Но в эпоху интернета имеет ли смысл говорить о запретах и не вызывает ли это обратной реакции сопротивление той самой молодежи, которую так хотят воспитывать и поучать? Делитесь вашими мнениями, заходите на наши страницы в социальных сетях. Мы всегда рады вашим комментариям. До встречи в эфире. Будьте добры друг другу. Редактор субтитров А.Семкин